Семерный день борьбы со СПИДом 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 Здравствуйте, Сергей Милович! Здравствуйте! Можете ли Вы сказать о природе возникновения фичинфекции? Мы узнали об этой болезни в самом начале 80-х годов. необычные заболевания очень высокая смертность и самое главное обратили внимание, что болеют гомосексуалисты наркоманы и кто оказывает коммерческие сексуальные услуги. Здоровье как таковое формируется за счет трех взаимосвязанных взаимодействующих взаимосогласованных факторов. Это действие революющий фактор как нервная система мощная, куморальная система и иммунная система. Вот эти три системы обеспечивают наше здоровье. Вот в данном случае этот вирус иммунодефицита человека, в своем названии это есть, это уничтожайте иммунокомпетентные клетки иммунную систему. Не только уничтожайте иммунокомпетентные клетки, как лимфоциты, моноциты, вендоритные клетки и так далее. Целый букет таких иммунокомпетентных клеток. Они дезорганизуют работу иммунную систему как такового. Вирус выделил американский онколог из патологических онкопатологических человека. Он выделил вирус и одновременно в разнице три месяца выделили этот вирус и французский ученый он вот они назвали этот вирус вирусом иммунодефицита человека. Вот происхождение если на ваш вопрос если прямо ответить. еще один вопрос что вы можете сказать о лечении или каких-то планах создания вакцины? предупреждение. Ну еще один такой момент. Вообще когда вот этот вирус обнаружили и начали изучать и вся структура была досконально изучена. сейчас нет такой микроорганизм который бы так досконально изучен как ВИЧ вирус иммунодефицита. Потому что проблема действительно очень глобальная. нет ни одной страны где эта инфекция не зарегистрирована. Многие страны говорили да это вирус это половая путь передачи это тех странах где нарушена этика человеческая беспорядочный половой контакт коммерческий секс и так далее. А сейчас эти же страны та же Индия так заявляла что у нас совсем другие нравы а у них тоже самое возникла эта инфекция и точно так же у нас говорили что у нас южных регионов казахи живут они на такой лад в общем-то такие заражения быть не может а у нас сейчас Южный Казахстан занимает лидирующее место по инфицированности населения ВИЧ-инфекции. Вот теперь что касается лечения конечно после обнаружения вируса начали поиски терапии специфически именно противовирусной терапии это антиретровирус это антиретровирус антиретровирусной терапии так называемой конечно фармаиндустрия очень сильно поработала создали очень много препаратов непосредственно уничтожающие эти вирусы причем есть определенные достижения и многие страны сейчас применяют эту схему лечения антиретровирусной терапии но самый успешный в этом плане оказался Бразилия они не соединенные штаты не европейские страны Бразилия потому что это очень дорогостоящая вещь и Бразилия одна из крупных латиноамериканских стран они всех висцинфицированных лечат конечно если лечение начинается вначале определили что когда сидит четыре клетки танифоциты опускается до двухсот вот в это время надо начинать лечить чтобы сохранить хотя бы некоторые оставшиеся именно компетентные клетки а теперь этот план подняли когда еще пятьсот надо начинать лечить а может быть даже еще раньше надо лечить но это очень дорогостоящие препараты эти люди вообще висцинфицированные это это несчастные люди это как правило закрытого типа это наркоманы это гомосексуалисты мужчины с мужчиной эти люди в общем-то как бы своеобразный клуб свой они никого не признают эти наркотика принимает вот такие подобные сексуальные контакты они считают самые лучшие это их философия но в чем тут лечение возможно но этот вирус в общем-то пока нам интересны два типа ВИЧ-1 ВИЧ-2 да и очень дорого стоит очень токсичный препарат фактически нужно лечить всю жизнь потому что вирус может находиться в организме неполным состояниемом так называемый поле неполный вирус у него не хватает какой-то белок например ПИ-20 ПИ-16 еще какой-то вирус не говоря о наружнооболочном вирусе как ЖПИ-120 140 160 в общем эта структура очень сложная для этого вируса ретровируса и чем сложнее структура вируса тем сложнее создавать противовирусные препараты вируса 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 12 13 14 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это более безопасное половое поведение, это уменьшение количества людей, употребляющих наркотики и снижение вреда употребления инъекционных наркотиков. Это инвестиции в систему здравоохранения, которые позволяют ей не распространять ВИЧ-инфекцию, то есть остановить заражение на закамьяном путем, то есть через переливание крови или через использование медицинских инструментов. В общем-то, получается так, что сама по себе проблема решается на многих уровнях, с вовлечением всего общества, системы здравоохранения и, конечно, на индивидуальном уровне. В первую очередь необходимо сказать, что, наверное, основным условием является то, чтобы люди не думали, что эта проблема их не коснется, то есть чтобы не было равнодушия к этой проблеме, потому что даже если человек, как он думает, ведет абсолютно безопасное поведение, в любом случае у него есть родные и близкие, никто не застрахован от того, чтобы, ну, от какой-то экстренной ситуации, которая потребует медицинских вмешательств, переливания крови и так далее. И мы даже не можем себе представить, что какие могут возникнуть случаи и что в любом случае риск ВИЧ-инфекции присутствует. Второй момент. Наверное, нельзя рассматривать ВИЧ-инфекцию как чуму. То есть раньше был достаточно популярен лозунг, что ВИЧ-инфекция – это чума 20 века, или СПИД – это чума 20 века. И само по себе это отношение усиливало страх по отношению к этому заболеванию. И любой страх является чувством нерациональным. Соответственно, это ограничивало информацию по этой проблеме. А если человек, в общем-то, был ВИЧ-инфицирован, то, соответственно, очень сильно меняло отношение к этому человеку. То есть возникали вопросы стигматизации, возникали вопросы самостигматизации, когда ВИЧ-инфицированный человек, он, в общем-то, сам себя ограничивало общение, участие в социальной жизни. Вот. И это все, в общем-то, загоняло эту проблему вглубь. Соответственно, нам вторым условием является то, чтобы мы к проблеме ВИЧ-инфекции относились рационально. Чтобы, с одной стороны, ее не недооценивали и не переоценивали. Тем более, что сейчас существует и доступное лечение, которое переводит ВИЧ-инфекцию из разряда смертельных заболеваний в разряда хронических заболеваний. То есть если вовремя и постоянно принимать терапию, то можно прожить очень-очень долгую жизнь. В общем-то, аналогии здесь разные могут быть, то есть очень много разных других хронических заболеваний. Допустим, тот же сахарный диабет, инсулинозависимый. То есть вы, применяя эти инсулин, можете прожить очень долгую жизнь, если это делаете регулярно и контролируете уровень сахара. Примерно то же самое здесь. Вы, то есть ВИЧ-инфекцированный человек, он применяет антилетро-вирусную терапию, он контролирует вирусную нагрузку и он может прожить достаточно долгую жизнь. ВИЧ-инфекцированный человек ВИЧ-инфекцированный человек ВИЧ-инфекцированный человек День борьбы со СПИД проходит под слоганом «Я за профилактика ВИЧ». Это как бы слоган был предложен UNAIDS, это подразделение Организации Объединенных Наций, которое занимается вопросами ВИЧ-инфекции. Почему таким образом, почему в этом году? Оказывается, все-таки, несмотря на огромные усилия международного сообщества, несмотря на многомиллиардные расходы для преодоления ВИЧ-инфекции, все-таки ежегодно около двух миллионов людей на нашей планете инфицируются ВИЧ-инфекцией. И поэтому вопрос профилактики встает с очередной, с большой остротой. Почему так? Потому что, как вы знаете, наверное, нет вакцины против ВИЧ-инфекции, хотя, опять-таки, лучшие умы, лучшие иммунологи, вирусологи бьются над созданием вакцины, миллиардные затраты идут на эти исследования, но вакцины пока еще нет. И, кроме того, ВИЧ-инфекция, к сожалению, остается еще неизлечимой инфекцией. Конечно, благодаря антиретровирусной терапии ВИЧ-инфекция из смертельной превратилась в хроническую, но тем не менее, вот этиологического фактора, который бы уничтожал вирус, иммунодефицита человека полностью, таких методов лечения еще нет. Поэтому чрезвычайно важна профилактика. И это актуально в том числе и для Казахстана, а может быть, даже в большей степени, чем во многих других регионах мира. Дело в том, что, согласно международным оценкам, в Казахстане, так же, как и в других странах Центральной Азии и Восточной Европы, число новых случаев год от года растет, а не снижается, как во многих странах, и не стабилизировалось еще. А это значит, что мы должны обязательно упор делать на профилактику. Особенно это важно для молодежи. Хотя молодежь не относится к так называемым ключевым группам, да? Допустим, МСМ, секс-работники, допустим, кто еще у нас в ключевых группах? Это люди, употребляющие инъекционные наркотики, заключенные. Молодежь, слава богу, к этой группе не относится. Но молодежь относится к так называемым уязвимым группам по инфицированию ВИЧ. Потому что, к сожалению, часть молодежи ведет, скажем так, рискованный образ жизни. Поведение относится к группе риска. Не всегда молодежь знает, как предупредить ВИЧ-инфекцию. Поэтому мы все здесь, все наши преподаватели и руководство работаем с молодежью, рассказываем о мерах профилактики ВИЧ-инфекции. Вы уже знаете о путях передачи ВИЧ-инфекции. И если в начале у нас эпидемия в Казахстане возникла среди людей, употребляющих инъекционными наркотиками, то сейчас у нас преобладает гетеросексуальный половой путь передачи. За счет чего? За счет рискованного сексуального поведения. А что это значит? Всякий случайный секс, он должен быть защищенным. Обязательно нужно пользоваться презервативами. Мы как бы, наши молодые люди, это до конца не понимают. Вот. Дальше есть такое, скажем, движение, которое называется лечение как профилактика. Что это значит? А это значит, что антиретровирусная терапия, являясь лечением для ВИЧ-инфицированного человека, в то же время является серьезным профилактическим средством для людей, окружающих этого ВИЧ-инфицированного человека. Ну, например, половой партнер ВИЧ-инфицированного. Если ВИЧ-инфицированный получает антиретровирусную терапию, привержен ей, и у него или у нее неопределяемая вирусная нагрузка, то резко снижается риск инфицирования своего полового партнера. То же самое касается ВИЧ-инфицированной матери, которая, находясь на АРТ, у нее снижается вирусная нагрузка, и она даже может кормить ребенка грудью без риска его инфицирования. Это такой момент. Еще один очень интересный, интересные меры профилактики, которые рекомендуются Всемирной организацией здравоохранения, касается мужчин. Оказывается, обрезание крайней плоти, циркунцизия, на 60% снижает риск мужчины инфицироваться ВИЧ-инфекцией от ВИЧ-инфицированной женщины. Вот почему в пакет профилактических услуг по всему миру ВОЗ также рекомендует, особенно в тех странах, где традиционно не проводится обрезание крайней плоти, на добровольной основе неинфицированным мужчинам провести эту процедуру, естественно, обучив людей в условиях асептики и антисептики. Но еще один подход, который распространяется на тех, кто все-таки, несмотря на всю информацию, несмотря на материалы, которые есть по вопросам профилактики, они все-таки не могут себя как бы ограничить, преодолеть вот это свое рискованное поведение. И для них существует так называемая преконтактная профилактика. То есть человек еще не инфицирован, но он или относится к группе МСМ, или к группе секс-работников. Тогда вот перед этим рискованным контактом рекомендуется принять таблетку. Трувада это таблетка, или один из компонентов Трувады – тенофавир с целью профилактики. Есть еще так называемая постконтактная профилактика. Если был какой-то рискованный контакт, ну, например, я не знаю, в результате там изнасилования девушка как бы беспокоится правильно, можно провести постконтактную профилактику. Это что такое? Это значит в течение 28 дней пропить курс, состоящий из трех антиретровирусных препаратов. Эта же постконтактная профилактика, кстати, распространяется и на медицинских работников, которые в результате своей профессиональной деятельности имели контакт с кровью или с биологическими жидкостями. Ну, например, укол иглой, порез скальпелем. Вот такие вот вещи, они часто встречаются. И оценив риск, и если риск инфицирования высокий, тогда мы рекомендуем этим медицинским работникам пройти 28-дневную постконтактную профилактику. Субтитры создавал DimaTorzok Живые вакцины. Ну, живые вакцины тоже на эксперименте показали небольшую защиту. Тем более, тут такой, это же этот ослабленный вирус. Ну, вот принцип общего создания вакцин, да? Ослабленный, то есть аценивированный вирус. А этот вирус же может опять реверсировать свою, восстановить свою вирулентность. Поэтому мы испытывать там, даже на людях это невозможно. Эксперименте такой пробовали. Вроде бы иммунитет гуморальный есть, для точнее нету. Или наоборот. То есть эти два фактора иммунитета, это имеет большое значение при профилактической вакцинации. Когда мы применяем убитыми вакцинами, он более безопасный. Но зато там не образуются клетки памяти, которые, если при любой встрече по следующим, он помнит, что об этом чужеродном веществе, например, это микобактерия туберкулеза, он это об этом помнит. Если при встрече, он тут же выбрасывает столько же, сколько нужно для защиты от тела. Поэтому живые вакцины, конечно, они лучше, чем убитые вакцины. Но есть возможность реверсии. Например, это мы знаем при новых инфекциях, например, при полиомедите. Вот живые вакцины, у нас же стоит в календаре, ранняя полиомедитная вакцина, это живой ослабленный полиовирус трех типов. Но теперь все три типа не надо, может быть, там третий тип вообще как таково исчез из природы. Остался второй, второй и первый. А вот второй, оказывается, может быстро восстановить свою верлённость, если он как кишечный инфекция же выходит, если попадает он из загрязнённой водой и так далее, как обычно кишечный инфекция попадает в организм ребёнка или любому другому человеку, и он несколько раз, пассируясь, попадает в одном и том человеку, он может восстановить свою верлённость прежней. И может быть, может быть, такой же полиомедит. Точно так же при ВИЧ. На животных так попробовали, они могут реверсировать. Вот проблема. Тем более мы такой экспериментальный вирус не можем пробовать уже у людей. У животных какие-то тела есть, это может не дать у человека, потому что всё-таки человеческий организм отличается. Но для этого они приматы, они использовали похожие на организм человека, но эти тоже оказалось не совсем. Теперь так называемые живые рекомендантные векторные вакцины. Что это означает? Это вектор, когда вот этот антиген вируса, антиген вот этого ВИЧ, сажает на какой-нибудь не совсем патогенный микроорганизм, там размножается, а там антиген-то именно ВИЧ сидит, и должны бы вырабатываться именно антиген к этому антигену. Вот такой сложный такой ход. Этот путь тоже оказался не совсем хорошим. На эксперименте тоже он не показал ожидаемый результат. Но это исследование, конечно, продолжается. Может быть, они когда-нибудь найдут такой вектор, который бы именно создавал и клеточный, и гуморальный иммунитет. И то, и другое нужно обязательно. А потом, сейчас, так называемые геноинженерные вакцины. Например, наша вакцина против геростных гепатитов, это геноинженерные вакцины. Это считается самой лучшей вакциной, которая создает до 97-98% защиты. То есть, это очень высокий показатель. Вообще, любая вакцина, если ниже, чем 60% защищает, то она на вакцину не применяется. Но вообще, надо применяться к 90% и выше. Потом должен быть охват. И это тоже имеет значение, но это к этой теме не относится. Вот такие геноинженерные вакцины есть. Туда вектором они применяют. ВЦЖ, это же ослабленный туберкулезный, бовис, да? Салмонеллы, еще какие-то. Даже поливирус, вакцинный поливирус же есть, вакцинный, ослабленный. Вот туда сажает белок, и он размножается таким образом. Это тоже не дал такой хороший результат. Потом, самый такой последний технологий, это вакцина основы вирусоподобных частей. Это вирус пополом человека. Вот вирус против вакцины, против пополом человека, вызывающего рак шейки, матки и другие патологии. Вот это самое такое перспективное направление. Но в этом плане еще продолжается работа. Дальше есть так называемые субъединичные вакцины на основу белков. Только берут белок, например, наружной оболочкой, GP120, потом еще внутренней оболочкой есть, GP140, GP160. Вот из этих белков сажают на носитель, и они размножаются, увеличиваются на других живых микроорганизмах. И таким образом. Это тоже более-менее такой... И теперь они не очень высокие титры образуют, гуморальные тела, а чтобы увеличить это, они ищут хорошие одеванты. Вот здесь соль алюминиевую применяем при многих вакцинах, как одевант, да? Или там Агбанфрейда, еще какие-то одеванты. То есть, вот такие одевантные средства добавляются. То есть, идет поиск. Мы же говорим против гриппа. У нас не очень-то хорошая вакцина, хотя она от того штамма, который сейчас циркуляет, она защищает, хорошо. А если там нейроминдаза изменился, а гемоглютина остался, он уже наполовину защищает. Если оба изменились, он вообще не защищает. Поэтому мы каждый год, через два года, меняем эту противогрузную вакцину. То есть, вариация гемоглютина на нейроминдазы, различные вариации, если посчитать, оказывается, 700 вариантов. 700 с чем-то вариантов может быть. Мы же поэтому каждый следим по всему миру, и где какой сиротип, как меняется, отслеживается. Есть опорный центр по всему миру. И каждый раз, через два года, мы меняем эту вакцину. А вирус, вирус иммунодефицита, он миллион раз оказывается, миллион вариантов может измениться. Так что, если мы с гриппом не можем толком-то разобраться и защитить хорошо, а здесь совсем... Это вот такое его сомнение, Балтимора, лауреата, иммунолога, имеющий отношение к вакцино-профилактике, но исследование продолжается. Мы должны, в общем-то, всегда не терять надежду, соблюдать элементарные вещи от заражения. Сейчас ничего другого нету. Ну, терапия вроде бы есть, но очень дорого стоит, очень тяжело протекает, сажается от печени, потому что это токсичные препараты, побольше явлений и так далее. Поэтому, не знаю, как остановить эту проблему? Это половая передача теперь становится преобладающим. Раньше валяли, в общем-то, наркоманы. Сейчас наркоманам раздают бесплатно шприцы, чтобы они одним шприцом не пользовались. Это тоже свои результаты дали. Но запретить половой контакт, это биологический инстинкт, никто не может. Главное правильно выбирать партнеров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Арцета Вирус Вы знаете, вообще, уже, наверное, вам говорили о том, что вирус иммунодефицита человека очень быстро мутирует. И вот для того, чтобы... А в результате мутации он меняется. И если, допустим, человек инфицировался, то считается, что уже через 2-4 недели у него от дикого штамма, то есть от того штамма, которым он заразился, практически ничего не остается. Вирус изменился, он мутирует. И вот для того, чтобы как бы подавить репликацию вируса, есть несколько групп так называемых антиретровирусных препаратов. Одна группа – это нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы. Есть ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы. Вообще основные группы антиретровирусных препаратов направлены на ферменты вируса. Есть фермент обратная транскриптаза у вируса. Что это такое? Вирус ведь относится к ретровирусу, а значит у него что? Генетическая информация содержится в РНК, в отличие от всех остальных живых, от большинства живых существ, люди, животные, растения, бактерии большинство. У нас у всех информация генетическая в ДНК, у вирусов РНК. Так вот, благодаря ферменту обратной транскриптазы на этой вирусной РНК строится вирусная ДНК. И после этого эта вирусная ДНК встраивается в ДНК CD4 клетки человека, и что? И наша клетка, главная клетка иммунитета, вместо того, чтобы нас защищать, превращается в фабрику по производству вируса. Так вот, антиретровирусные препараты, они направлены как раз на ферменты вируса. Нуклеозидные, ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы. Они блокируют этот фермент обратную транскриптазу, и на РНК ВИЧ ДНК не образуется, или замедляется ее образование. Вот тем самым репликация снижается. Дальше, когда на РНК ВИЧ образовалась вирусная ДНК, вступает в работу другой фермент. Называется этот фермент интеграза. И есть вторая группа антиретровирусных препаратов, которые называются ингибиторы интегразы. То есть препятствуют эти препараты процессу встраивания вирусной ДНК в ДНК клетки человека. Дальше, следующий какой этап без препаратов ДНК вируса встроилась в ДНК человека, начинается, что через РНК продукция белка вируса. Правильно? Так вот, первичный белок – это длинные нити белка, они неактивные. Чтобы активизировать, необходим третий фермент – протеаза. Он расщепляет длинные нити на короткие активные, а потом идет сборка вируса. Так вот, есть третья группа препаратов, которые называются ингибиторы протеазы. Они угнетают этот фермент. Есть еще препараты, которые влияют на проникновение вируса. То есть мы же знаем, что вирус каким образом проникает в CD4-клетку. Сначала он цепляется к CD4-рецептору, потом обязательно нужно присоединиться к корецептору. Их два типа корецепторов. Основной – это CCR5-корецептор. И вот есть препарат, который блокирует CCR5-корецептор, препарат Моровирок. И вирус как бы он не может проникнуть в клетку. Вот до последнего времени считалось, что один единственный человек в мире, Тимоти Браун, который излечился от ВИЧ-инфекции, каким образом имеет отношение как раз вот к этому CCR5-корецептору. У него на фоне ВИЧ-инфекции, у этого молодого человека, он уже не молодой, его называют берлинский пациент, потому что в то время он американец, но жил в то время в Берлине. У него на фоне ВИЧ-инфекции развился мелодий лейкоз. Его начали химиотерапию, лучевую терапию, на фоне антиретровирусной терапии придавили полностью, уничтожили его костный мозг. А потом ему сделали трансплантацию костного мозга от донора, у которого был генетический, так сказать, полом в том смысле, что ген, кодирующий CCR5-корецептор, у него был дефектный. И вот после этого многие-многие годы у этого человека, у него как бы клетки донорского костного мозга как бы расселились по его организму, и у него очень долго не выявлялся вирус. У него брали биоптаты головного мозга, лимфоузлов, печени, почек, кишечника и так дальше, вируса не было. И говорили, что вот это единственный берлинский пациент. Видимо, даже если ВИЧ у него остался, не было CCR5-корецептора, и он не мог попасть в вирус CD4-клетки. Но, к сожалению, вот недавно появилась информация, что все-таки и у него снова появился вирус. То есть на сегодняшний день нет препарата или препаратов, которые бы могли полностью уничтожить вирус. Вот почему вопросы профилактики ВИЧ-инфекции так важны. Особенно среди молодежи, которые в силу своей молодости, наверное, беспечности, не совсем глубоко понимают вероятность риска инфицирования ВИЧ-инфекцией. Вот почему мы постоянно говорим о безопасном сексуальном поведении. А для студентов-медиков мы еще говорим о необходимости выполнять медицинские процедуры таким образом, чтобы защитить и себя, и своих пациентов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В Казахстане имеется большое количество международных программ. Они финансируются Американским агентством международного сотрудничества ВИЧ-инфекция Центр по борьбе с болезнями и профилактикой CDC, А также программы ООН, это ЮОНЭТ, ЮОНОДСИ и несколько других программ. Также в программах участвует и семейная организация в здравоохранении, и другие народные организации. Вклад вносит очень большой. Я вот как раз забыл упомянуть, одна из таких больших организаций, которые вносят именно финансовый вклад, это Глобальный фонд по борьбе с ВИЧ, с туберкулезом и малюрией. Вот эта организация выделяет гранты по борьбе с ВИЧ и по борьбе с ВИЧ-ассоциированными инфекциями, в том числе с туберкулезом. Казахстан на достаточно большие суммы. Насколько я знаю, было несколько грантов за это время. Общая сумма этих грантов затрудняется ответить, но там счет идет на десятки миллионов долларов США. И по этим программам проводились пилотные проекты по многим самым передовым методикам по шелакции и лечения борьбы со спидом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Более 30 лет человечество борется с пандемией, ВИЧ и СПИДа. И за последние несколько лет наступил перелом. Сделано много работ по диагностике, лечению и профилактику ВИЧ. Работают программы по социальной мобилизации, устранению стигмы по отношению к больным. 15 миллионов людей получают лечение, а заболеваемость снизилась на 35%, смертность на 42% по сравнению с 2004 годом. В сентябре этого года мировые лидеры обязались завершить эпидемию СПИДа к 2030 году в рамках целей устойчивого развития, что отражает силу солидарности мирового сообщества по преодолению этой разрушительной болезни. Мы надеемся, что благодаря данному ролику мы смогли открыть для вас что-то новое, полезное в плане понимания механизмов развития и факторов развития ВИЧ-СПИД, правила безопасности жизни и социального отношения. Продолжение следует...